Бог вознесёт, да святый Бог вознесёт, Господь, дочь, уй, а пыль, и зли, Когда святый Бог вознесёт. Я буду петь, 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 славить Христа, Славить Христа, я буду петь, 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 п водный сон я буду петь 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 славит христа и христа я буду петь славит христа господа он небесные врата распахнул на родных нам я буду петь славит христа господа Христа Господа Аминь Аминь Аминь, как здорово, что мы Что Господь вознесет своих Своих святых Слава Богу, слава тебе Господь Хватит пока Спасибо, Господь, за это прославление Что ты живой, что ты нас так наполняешь Аллилуйя Аллилуйя Слава тебе, Господь Слава тебе, ты сказал, кротких научаешь путям своим Ты научаешь путям своих кротких Господь, мы желаем сегодня быть Опустошенными и наполненными Опустошенными и наполненными Опустошенными от себя И наполненными тобою Спасибо, ты сказал, что откройте уста, и я наполню их Откройте уста, и я наполню их Аллилуйя Святой Дух, добро пожаловать Пожаловать сюда, на это общение Ты сказал, что где двое или трое собранного имя Мое, там я посреди них Если о чем согласятся просить Отца по воле Его, то будет дано им Господь, наше сердце горит сегодня, потому что ты зажег его Ты, Господь, огонь поедающий Аллилуйя, слава тебе, поклоняемся тебе Мы предаем тебе все наши пути, передаем тебе Ты сказал, что предай Господу путь твой, и Он совершит Он совершит, Он исполнит Аллилуйя, слава тебе, Господь Ты сказал, сделайте прямыми пути Господу Сделайте прямыми пути Господу Господь, мы желаем, чтобы сердце сегодня наше прилепилось к Тебе Прилепилось к Твоему имени, слава тебе, Господь Мы молим Тебя сегодня друг за друга За наши, Господь, умы и дух наш Чтобы мы были сегодня едины Чтобы это общение было для Тебя жертвой благоугодной Чтобы жертва хвалы для Тебя была благоугодной, Господь Дух Святой, наполни нас Будь нашим учителем сегодня Освяти нас истинною своей, ибо Слово Твое есть истинно И тех сегодня, кого с нами нет, Господь, прикоснись и Иви себя, иви себя своим детям Аллилуйя, во имя Иисуса Христа мы молимся сегодня И просим Тебя, аллилуйя, аминь Я вас очень рад видеть, дорогие друзья мои И если нас кто-то смотрит сегодня, мы записываем наши проповеди Кто-то смотрит позже И мы верим, что Господь также их касается сегодня Своим присутствием И я бы хотел поделиться сегодня Некоторыми размышлениями, некоторыми я делюсь сейчас в Вайбере Посылаю вот такие коротенькие, коротенькие проповеди Вот, и сегодня немножко, может быть, продолжение Поговорим Помните, да, Иисус, когда учил, он учил очень много притчей И сказано, что без притчи он не говорил И нам очень важно помнить о том, что в то время Как бы, может быть, грамотность не была такая высокая И Иисус разговаривал с очень многими простыми людьми Это не были, знаете, такие изощренные, высокие, такие изощренные люди С большими дипломами Он просто обращался к народу И самое удивительное, что Иисус сам был из народа И говоря вот притчами Я думаю, что история или притча Это самый лучший способ вообще что-то либо рассказать Вот, кукольный театр, например Это самый крутой способ, наверное Чтобы показать людям простоту истины Нам иногда кажется, что нам нужно что-то такое, знаете, очень замысловатое сказать А людям надо просто на самом деле увидеть что-то очень простое И вот Иисус, он брал, он смотрел на птиц То есть, он говорил о знакомых вещах То есть, он не брал какой-то, знаете Вот представьте, Бог, да Вот какой мудростью, да, он обладает Вообще, совершенной мудростью И через своего сына, да, он бы мог там Такие, как бы, вот Такие вот истины, да, говорить Глубокие Но Иисус, он брал совершенно вот простые земные вещи Земные истины, да И показывал ими, этими истинами небесные картины И я думаю, что если спросить нас сегодня, да То есть, мы можем вспомнить много разных притч Может быть, мы не можем вспомнить конкретные какие-то вещи, связанные с богословием Но притчи, они всегда очень прекрасны И нас Господь очень учит Здорово, да, через нашу собственную жизнь Вся наша жизнь, я считаю, это притча Вся наша жизнь, она в ней есть притча Недавно, не знаю где, я где-то косил траву У нас, как бы, много сейчас, такой сезон, когда надо косить траву В Америке все косят траву Вот, я косил траву, и у меня, видимо, маленькая соринка Там, как бы, работает двигатель Газонной косилки, и мне что-то попало в глаз Меня это так раздражало, что у меня соринка До сих пор у меня, я чувствую, что у меня что-то там Как бы, как бы, в глазу Я иногда это чувствую, но не чувствую Я думал, Господи, но я пошел искать методы, как это все вытащить Но никак, пока она еще там Но я чувствую, что вот она, вот она Вот она, вот она выйдет из меня, эта соринка Я молюсь, я спрошу, Господи, в чем, где притча? Где притча, Господи? И Господь мне говорит Что он говорит нам про соринку? В глазу Он говорит, ты вот видишь, как говорит соринку в глазу брата А бревна, собственного бревна в своем глазе не чувствуешь Я такой говорю, о, Господи, спасибо Это притча, замечательная притча Как мне понять? Как нам понять вообще, по сути Что мы, как мы относимся к людям? Как мы судим людей? Наш взгляд на них? Ведь согласитесь, ведь царинку же, ну Если честно, царинку не так легко видеть в глазу другого брата Это вот надо так сильно-сильно присмотреть Вот вы даже присмотритесь на мою соринку и не увидите ее Это надо, знаете, это надо сидеть и смотреть Копаться в этой соринке А в это самое время, да, Господь говорит В твоем собственном глазу целое бревно Но ты его не чувствуешь Потому что куда ты смотришь? Ты смотришь на соринку в глазе брата твоего И сейчас у нас у всех есть соринка в глазу У всех у нас У всех детей Божьих есть соринки Да, да И это как бы, это на самом деле Божий план Это притча Бог оставляет нашей жизни соринки Чтобы мы, проходя через какие-то взаимоотношения Чтобы мы научились Конечно, прежде всего мы научились любить И особенно, да, когда у нас появляются знания и познания Мы можем начать ощущать, что мы более, скажем так, готовы судить Анализировать, да И вот так важно, да, что несмотря ни на что Чтобы мы понимали, что первостепенное, что есть И на чем строится, да, наше отношение с Богом И наше отношение друг с другом Это они основаны на его любви Потому что без любви Павел написал Первый конец, 13 глава Без любви все ничто Ни познания Ни пророчества Ни даже великая вера Которая может передвигать горы Все это абсолютно ничто И на самом деле Когда в глазе бревно Ты этого не понимаешь Тебе это трудно понять На самом деле Потому что Как бы я же вижу соринку в глазу брата Поэтому Как бы не надо Какое дело не в моем бревне Дело в соринке брата В глазе брата моего И поэтому я как бы ее На нее обращаю внимание И я недавно задал вопрос В фейсбуке Братьям, сестрам Скажите, пожалуйста А как любить гордого человека Вот как любить гордого человека Мы знаем Как любить хорошего человека Который к нам правильно относится Но как любить гордого человека Бог посылает в нашу жизнь гордых людей И вопрос Знаем ли мы как любить гордого человека Я знаю Как может быть Относиться к гордому человеку Бог говорит Что Бог гордым противится Смиренным дает благодать Но Среди нас Вокруг нас не всегда будут Смиренные люди Вокруг нас будут и гордые люди И Бог говорит Как ты любишь И многие ответили мне Братья, сестры Они ответили Мы любим гордого Так же Как мы любим и смиренного Мы вообще не смотрим на то Кто он гордый или смиренный Мы вообще на это не смотрим Мы просто любим этого человека Божью любовью И мы предоставляем Богу Делать все, что он хочет делать И Вот как бы Это в тему притчи Вы знаете Наша жизнь Это притча И очень важно Чтобы Когда Бог Когда что-то происходит В нашей жизни Мы Как бы приходили К Господу И Просили Его Показывать нам Что происходит Чтобы Он нам дал Притчу Для нашей жизни И вот Одна из притч Которая 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 Как бы часто Бывает Как бы Приходится о ней думать Или говорить о ней С кем-то Эта притча Касается Нашего прошлого Вот Давайте откроем Книгу Откровения Тринадцатую Главу Стих Восемнадцатый Стих Стих Восьмой Глава Тринадцатая Стих Восьмой Здесь говорится И поклонятся Ему Все живущие на земле Говоря О звере Которых имена Не записаны В книге жизни Уагнца Заклонного От создания Мира Кто имеет Ухо Дослышит И Мы сейчас Как бы Я хочу Просто обратить Наше внимание На фразу Уагнца Заклонного От создания Мира Здесь Иоанн говорит Что Агнец Иисус Был заклон Еще До того Как мир Был создан Что это значит Где он И где мы И вот как Вообще Как это истина Вообще Как ее Как ее Вообще Понять Потому что По 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 Истории Иисус Был Заклон Недалеко Где сейчас Лев Исакович В земле Израиля Правильно На горе На этом самом На холме Голдовском Да и там Могила есть Которая Пуста А здесь Говорит Иоанн Говорит Он говорит Что за Агнец Был Закон До Основания Еще Мира И О чем Вообще Это Иоанн Он Видит Картину Да Бог Показывает Картину Вечности Того Что Еще Не Произошло Но Как Он Показывает Ее Он Показывает Ее Так Как Будто Она Уже Происходит Вот Все Что Больше Часть Того Что Описано В Откровении Оно Еще Не Произошло Но Вы Знаете Что Оно Уже Произошло Потому Что Уже Записано Что Оно Происходит Потому Что Как Можно Записать Как Можно Записать То Что Ты Видишь Если Этого Еще Нет То Есть Это Не Был Вы Знаете Как Трейлер Будущего Как Показывают Хотите Посмотреть Кино И Показывают Маленький Трейлер Три Минуты О Чем Кино 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 Еще Нет Но Тебе Как Б Показывают Или Кино Пока Не Выпустили В Кино Театр Но Тебе Показывают Трейлер В Коротком Виде Показали И ты Говоришь Я пойду В Кино Потому Что Трейлер Видел Интересно Что Там Будет И Можно Сказать Может Быть Я Не Знаю Может Быть Откровение Это Трейлер Того Что На самом Деле Будет Но Остается Фактом То Что Бог Проговаривает Он Проговаривает Он Вечный Бог И Он Проговаривает Во Времени Мы С Вами Сейчас Находимся Прямо Сейчас Сидим У Меня Пол Двенадцатого У Вас Пол Девятого Кого Кого Еще Может Быть Не Знаю Сколько У Вас Времени Сейчас Может Плюс Минус Час Вот У 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 Это Вот Я Как Мы Можем Понять Что Мы Живем Во Времени Конечно Я Могу Сказ Что Я Живу Во Времени Потому Что Посмотрите За Моей Спиной Ах 46 С Гаком Или 70 С Гаком Я Знаю Что Я Живу Во Времени Правильно Потому Что Я Смотрю Назад Но Мы Не Можем Сказать О Времени Так же Как Смотря На Будущее Вы Знаете Вот Сегодня Сегодняшний День Это Будущее Которое Было Вчера Правильно Да Вчера Это Еще Было Будущее То Есть На самом Деле Эйнштейн Это В принципе Как Своей Теории Относительности Он В принципе Об Этому Доказывает Что Время Относительно И По сути Мы С Вами Вот В Настоящем Настоящем Моменте Находимся И Этот Настоящий Момент И Есть Вечность У Бога У Него Всегда Вечность И Нам Бывает Так Сложно Из-за Времени Мне Не Хватается Времени О Сколько Времени Потерял Правильно Да Сколько Лет Ушло Да И Мы Смотрим Ну Не Знаю Может Быть Мы Что То Делали Чем То Были Занят И Говорим Ах Все Пропало Да Сколько Времени На Это Потратил Да И Мы Измеряем Это Временем И Это Тяжело На самом деле Потому Что Наш Ум Смотря На Это Он Видит Это Как Потерю Потому Что Наше Здоровье Да Или Силы Наши Но Я Хочу Сегодня Поделиться Одной Простой Истинной Я Как Не Я Вывел Это Мне Кажется Что Это Истина Что Вечность Она Присутствует Сейчас Здесь Вечность Вот Этот Момент Он Вечен Он Вечен На Сам Деле И Бог Вот Он Смотря На Всю Историю Да То Есть У Него Нет Времени Правильно Вечный Бог Без Начала И Конца Мы Живем Как У нас Есть Начало И Конец Но По Сути Мы Не Не Начало И Конца Мы Имеем Все Бог Говорит Что Мы Имеем С Вами Жизнь Какую Вечную Мы Имеем Жизнь Вечную Мы С Вами В Нем И Он В Нас И Когда Иоанн Говорит Что Агнец Был Заклан До Основания Мира Вы Знаете Что Он Он По Сути Да Он Был Всегда Заклан То Есть Мы Просто Увидели Проявление Да Мы Увидели Как Он Пришел В Этот Мир Но Для Бога Искупление Оно Всегда В Настоящем То Агнец Заклан Это Покрывает Всю Историю Мироздания Нет Такого Момента В Котором Агнец Не Был Заклан Я Я Я Я Знаю Мне Кажется Это Настолько Здорово И Настолько Важно Что Бог Вот В своем Искуплении Он Проницает Он Проник Уже Во Все Он Он Прошел В наш Завтрашний День Через Десять Лет И И Вот Заклание Агнца Оно В чем В чем Смысл Этого Агнца В том Что Он Пришел Взять На себя Грех Мира И И ваши И мои Грехи Сегодня Вы знаете Где они Находятся Они Не Находятся На Нас Они На Агнца Если Мы Смотрим На Все Во Времени Мы Будем Говорить Грехи На Мне О Я Я Могу Вспомнить Их Даже И Только Лишь Потому Что Мы Можем Вспомнить Мы Думаем Что Они На Нас Так Вопрос Надо Задать Вопрос Так На Ком В конце Концов Грехи Наши На Агнца Или На Нас Мы Их Несем Или Или Закланы Еще До Основания Мира Он Их Понес И Несет И Всегда Будет Нести Кровь Иисуса Христа Сказано Очищает Нас От Всякого Греха То есть То есть Те Грехи Которые Даже Мы Не Совершили Еще Она Очищает От Этого Греха Это Ни в коем Случше Это Не Является Разрешением На Грех Я Считаю Что Это Является Для Нас Разрешением На Смирение И На Удивление О том Как Благ Наш Бог Что Он Смог Все Грехи Мира Вокруг Которого Мы Живем Что Он Уже Еще До Основания Мира Он Уже Забрал На Себя И Примирил С С С С С Мир Вот Почему Заключение Второй Коринфянам Пятая Глава Стих Семнадцатый Сказано Итак Кто Во Христе Тот Новая Тварь Древняя Прошло Теперь Все Новое Теперь Сейчас Вот В этот Момент Все Новое Оно Сейчас Новое И Всегда Новое И Всегда Будет Новым Потому Что Это Вечное Новое Это Божье Новое И Слово Которое Потребляет Дух Святой Через Апостола Павла Это То Что Мы Сами Новый Род Мы Новое Творение То есть Творение Которого Никогда Еще Не Было То есть Мы Не Старое Творение Которое Как бы Его Подремонтировали Так Подшмонали Его Немножко Подхалтурили И Вот Оно Теперь Типа Более Менее Новое Бог Это Абсолютно Новое Творение Потому Что Оно Во Средни Сорок Лет Сказано Это Старое Вот Это Творение Оно Прошло Потому Что Мы Теперь Новые И То Что Я Помню О Старом Это Не Говорит О том Что Я Старый Да Новое Творение Может Еще Иногда Грешить Увы Но Оно Оно Не Меняет Качество Это Абсолютно Новое Творение Потому Что Оно Соединено С Иисусом Христом Это Так Здорово Что Я Не Могу Это Произвести Я Не Могу Это Сделать Лучше Чем Сдел Это Бог Это Только Бог Сдел Это Вот Он Сотворил Новую Машину Модель Вот Она Новая Все И Теперь Как бы Эта Модель Она Существует Она Как бы Она Теперь Есть И мы С вами Теперь Во Христе Мы Новые И Вот Притча В этом Это Очень Важная Притча Для Нас Чтобы Мы Не Жили Ветхим Творением Чтобы Мы Не Лезли В Ветхое Творение Это Я Ехал Сегодня У нас Здесь В Балтиморе Ну Практически У каждой Старой Церкви Есть Есть Кладбище Вот Раньше Так Жизнь Была Устроена Ты Ходишь В церковь И Тебя Хоронят Рядом С Церковью Это Так Мило Ты Едешь И Целое Целое Кладбище Прихожан Понимаешь Вот Твоя Церковь Методистская Или Какая Нибудь Лютеранская Далеко Не надо Ходить Пришел В церковь И Пришел К своим Как говорится Помянуть Своих И Некоторые Кладбища Мы проезжаем Они Прямо Иногда В городе Находятся Вот Эти Городские Кладбища Ты Видишь Там Тысячи Даже Десятки Тысяч Надгроби Ты Видишь И Это Такое Прекрасное Место У нас Рядом Недалеко От Нашего Дома Несколько Еврейских Кладбищ Три Кладбища Еврейских И Кстати Наша Дочка Настя Она Очень Любит Кладбище Она Говорит Мы Как-то Ехали Она Говорит Свозите Меня На Кладбище Я Хочу Посмотреть На Кладбище Это Так Интересно Было У нее Такое Желание Было Посмотреть На Все Это Там Очень Тихо На Сам Дель Там Очень Здорово Думать Вот Копаться В прошлом Копаться В прошлом Вот Никто Вот Самоанализ Это Очень Очень Я считаю Что Это Одна Из Самых Деструктивных Вещей Которые Мы Можем С собой Собой Делать Это Такая Деструктивная Вещь Самоанализ Сидишь Анализируешь Себя Думаешь Знаете Вот Что Очень Здорово Анализировать Это Новое Творение Очень Здорово Анализировать Агнца Божьего Анализировать Многие Грани Благодаря Вот Это Здорово Анализировать Анализировать Служение Бога Наше Служение Вот Это Здорово Анализировать Но Наши Грехи Бог Говорит Ваши Грехи Они Были Заклонны На Агнце Это Моя Работа Это Вот И только Дьяволу Да Вот Ему Только Выгодно Копать Копаться В нашем Прошлом Держать Нас Вот На Привязи Нашего Прошлого И Думать Что Это Как То Угодно Богу Жить Вот В Чувстве Сожаления Самобичевания Если Я Вижу Что Я Новое Творение Спасибо Господи Древнее Сказано Прошло Оно Прошло И Бог Его Не Помнит Бог Не Знает Меня Бог Не Знает Уже Того Человека Он Не Знает Того Кем Я Был Он Знает Только Меня Сейчас Аллилуйя Слава Богу Поэтому Будем Жить Вечном Сейчас Не Под Законом А Под Благодатью Сказано Да Вот Это Есть Это Ответ Благодать Она Благодать Она Дает Нам Освобождение От Этого Времени Того Что Мне Надо Себя Изменить Да Как Да Я Могу Себя Изменить Нет Я Могу Прийти К Нему Я Могу Сказать Помоги Помоги Мне Мне Нужна Помощь Но Благодать Она Именно Дает Нам Такое Дерзновение Аллилуйя Слава тебе Господь Аминь Аминь Потрясающе То Что Мы С вами Это Можем Можем Получить Вы Знаете Когда С людьми Разговариваешь Даже Профессора Не Могут Этого Понять Я Сейчас Как раз С этим Занимаюсь Профессор Который Хочет Сделать В Ашхелоне Музей Современной Цивилизации Мировой Причем И он Не может Понять Как это Так Все Произошло Как это Можно Вначале Сотворил Бог Небо И землю Как это Могло Так Вот Взять И Сотвориться Это Для Для Него Это Невозможно И Мы Знаем Что У Бога Один День Как Тысяча Лет И мы Это Знаем А он Это Понять Никак Не Может Он Он Историк Конкретик И он Говорит Ну Как Это Так Я Говорю Так Вот Все Посмотри Все Даже В Америке Баксы Зеленеют Потому Что Там Написано Мы Доверяем Богу А тут Посмотри Что Написано В Бытие Первое Первое Сразу же Господь Говорит О Машехе Который Придет От Семени Жены И Евреи Все Ждут Машеха А мы Его Уже Приняли Две Тысячи Лет Назад И Результат Вот Он На самом Деле Реальный Результат Аминь Аминь Даже Я Рассказывал Вам По-моему Про Того Самого Лазаря Которого Господь Воскресил Из Мертвых Он Он После Этого 30 лет Служил На Кипре В Ларнаке И Когда Он Который Единственный Из Всего Человечества Был Воскрешен Он Пришел Из Из Смерти В Жизнь Обрат Он Видел Что Такое Человек Глина Он Увидел Человека Там У себя Который Украл Глиняный Горшок И Расхохотался Что Что Ним Никогда Не Бывало И Говорит Глина Глину Украла Он Видел Перспективу Жизни Всей Вечную Жизнь В Духе И В Душе Которую Нам Бог Дает В Вечность Аминь Аминь Интересная Мысль Да Вот Это Вы Пасар Павел Сказали Соринку Я ее сам Не вижу Я ее Чувствую Что она Есть А некоторые Ее Видят Это Так Удивительно Видеть Соринку В чужом Глазу Как Это Все Происходит Мне Это Абсолютно Непонятно Что Даже Бог Отвечает Э У тебя Жебрел Ты Его Не Видишь То Есть У Нас Нет Способности Вообще Видеть Что Либо Мы Все Это Можем Видеть Да Все Хорошее Самое Лучшее Глазами Веры Если У меня Есть Проблема С Верой Я Не Я Не Смогу Ничего Видеть Я Всегда Буду Медиус Зменящий Ким Валом Звучащим Потому Что У меня Нет Этой Веры Вера Это Так Необходимо Это Как Я Не знаю Это То Без Чего Мы Просто Не Можем Быть Мы Можем Быть Но У нас Не будет Полноценной Жизни Без Веры Мы Можем Румянить Глаза Эти Щеки Свои Глазки Подавать Но От Этого Вера Она Совершенно Не Увеличивается Могут Появляться Знания Знания Могут Быть Глубокие Знания Как Лев Исааков Сказал Об этом Профессоре Он Говорит Я Не Понимаю И он Искренен В том Что Он Говорит Он Действительно Не Понимает Это Потому Что Невозможно Понять Бог Есть Любовь Она Превосходит Всякое Понимание И Любое Желание Понять Любовь Это Всегда Закончится Тем Что Это Будет Фиат Человек Все равно Не будет Понимать Как Бы Он Не Хотел Это Как Бы Он Не Пытался Быть Очень Умным Он Может Даже Без Вот Дьявол Он Хорошо Знает Писание Да Но Он Ничего Не Понимает У Него Он Потерян Да Он Самый Несчастный Он Знает Писание Вроде Казалось И Он 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 Говорит Что Я Хочу С С Богом С С С Я На Вершине С С С Буду Там Я А Мы С Вами Имеем Это Это Мы 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 Верим Да Что Бог Нас Оживотворил Бог Нас воскресил с Иисусом Христом, и Бог нас посадил. Поэтому, если я не верю в это, я не могу видеть. Я начинаю видеть после того, когда я начинаю верить. Какая вот зависимость, прямая вера, и я начинаю видеть глазами веры. Это удивительно, что нам Бог дал. И Он говорит, что вера от слышания Слова Моего. И мы можем всякий раз возрастать в этом, возрастать. Вот, действительно, мы как с вами, как дети отца нашего. То есть, мы в одной церкви, и даже мы все разные. И когда мы бываем в гостях, в других церквях, мы видим других детей Божьих, которые отличаются от нас, но они верят приблизительно так же, как и мы. Есть другие, как бы, другие поместные церкви, которые где-то в чем-то отличаются еще немножко от нас, от тех, от других. И вот как бы наше естественное, да, вот такое аналитическое, да, понимание, что все должны верить, как я. Правильно? Потому что я же правильно верю. А если вот вот он ходит, да, вот он кланяется там, кому непонятно кому, да, вот он точно неправильно верит. Но я не знаю, я не могу заглянуть в его сердце. Я могу лишь только как бы увидеть что-то, я могу видеть внешнее выражение, причем я могу видеть выражение веры того человека. Вот тот человек, он идет, и он, мы не знаем, да, вот, мы не знаем, чем он мотивирован всегда, почему он это делает, да, пошел он поставил свечу, или пошел он к той иконе. Я думаю, что есть люди, которые это делают в абсолютном невежестве. Есть люди, которые, они не понимают, чего делают. Они, как вот это самарянка, Иисус сказал, вы не знаете, чему вы клоняетесь. Да, но вот, но он же, но вот этой самаряночке, да, то есть, как он, как он как бы, вот, он подсказал ей, да, что вот, какой Бог, что ты можешь поклоняться ему в духе и в истине. Вот, как бы, самые простые критерии твоего поклонения. Это дух и истина. Все. То есть, по сути, все, что мы построим на этом, оно может и нужно, а может быть и не нужно. Вот, иногда мы проезжаем здесь, вот, сегодня проезжал с утра мимо огромного, огромного евангельского, можно сказать, собора. Это собор, буквально, как храм Христа Спасителя. Вот, огромнейший стоит. как бы, иду, люди, наверное, ходят туда. Вот, представьте, да, во время пандемии, то есть, как внезапно, да, опустел этот собор. Когда что-то происходит, да, вот, какие-то вещи в мире, мы понимаем, ну, то есть, мы приходим к пониманию, что церковь, да, это не здание. Церковь, это где двое или трое собраны во имя его. Если есть здание большое, замечательно, но Бог, Бог не в этом. Бог не в здании. То есть, можно приходить в самое лучшее здание, не имея веры. Абсолютно. Можно быть вдвоем, втроем, можно быть в маленькой квартире сидеть, да, и поклоняться Богу. И Бог будет там. И эти люди, да, верующие, они светятся, да. То есть, вот это, вот это сердце веры, то, что мы видим, вот мы, да, Иисус Христос смотрит, Он знает своих детей, во всех реплях. Он всех знает своих. Тех, кто его действительно любят, поклоняются ему в духе и в истине. Мы не знаем, кто поклоняется. И, честно говоря, это не мое собачье дело. Главное, чтобы я поклонялся Богу в духе и в истине. Я. Вот Бог говорит, ты-то поклоняешься, но ты думаешь, что они не поклоняются. Ну, ты как, почему ты решил, что они не поклоняются? Мне. Они же не тебе поклоняются, да? Оставь это мне, это мое дело. Если там Бог знает своих, вот у нас такая вот есть проблемка, небольшая, кажется, да? Вот мы всегда пытаемся жить, точнее, вот когда мы представляем жизнь христианина, мы всегда можем думать так, что вот как я… что я делаю для Бога? Или второе, а какое у меня поведение, хорошее или плохое для Бога? Как он меня будет оценивать, да? Или я вот делаю же много, вот как вот… Ну, вот свечки, это же, ну что, надо же! И у меня сразу куча аргументов, оправдывающие мое действие, да? Так, и второе, да, мое поведение, забывая о том, что Бог все соизмеряет другими стандартами. У него другой стандарт, у него стандарт Иисус Христос, который был заклан за нас, все, на кресте. Я вот недавно думал, да, вот о том, что вот один парень, он много лет возил мацу, и я подумал, какая маца? Она же вся пронизана мелкими какими-то отверстиями, да? Маца – это как тело, да? Вот насколько гнев Божий пролился на Иисуса Христа, на человека, на этот грех, как Бог ненавидит этот грех, что он даже не пощадил своего сына Иисуса Христа, он оставил. Он оставил. И я при этом все пытаюсь себя каким-то образом, да, позицировать, да, показывать себя с лучшей стороны, да, или еще как-то. Вообще это так глупо иногда, да, видеть себя желающим себя преподнести в лучшем свете, полагая, что Бог это оценит. В то время, когда Богу нужно совсем другое, ему нужны наши внутренние перемены. Он делает все, чтобы поменять мой внутренний мир, чтобы наш вот этот новый человек, чтобы он возрастал, а старый при этом, да, чтобы он умолялся. Умолялся, то есть его не было вообще, потому что он столько нам препятствий чинит, столько преград. И когда мы не размышляем, да, вот когда, вот, слава Богу за вас, да, пастор Павел, что вы вот так стабильно каждый четверг, да, вот выходите, и Бог имеет возможность, да, через вас сказать нам. И я вот такой ободренный тем, что я вот вышел сегодня. Потому что я вот здесь осуетился, то надо сделать, это нужно сделать, потом некоторые просьбы нужно выполнить, что в конечном итоге я заметил, что я уже сколько четвергов, я их вообще пропустил. Я не заметил, как время вот это пролетело, потому что эта динамика, она, знаете, я что-то делаю, я не замечаю, как пролетает время. Утром проснулся, тот позавтракал и бегом. Пошел. И вдруг оказывается, ты уже пустой сосуд. Оказывается, пустой сосуд. Уже из тебя ничто не выливается, потому что ты не заливал целых две недели. Ты не заливал, тебе нечего вылить. А я могу жить в той мысли, да, вчерашней, что там я, о, я же библейский институт закончил. А ты закончил? Нет. Это звучит, как некое оправдание. Я вот сегодня разговаривал с одним другом, да, и друг пастора Сергея, значит, и вот они пришли сегодня вместе, и я остался с ним некоторое время. И вы говорили о том, что он курит. И когда он услышал то, что я говорю, ну, вообще-то это плохо, и ты можешь от этого избавиться, если ты, конечно, обратишься к Иисусу Христу. И вы знаете, он начал аргументировать, и так хорошо, и в конечном итоге я услышал то, что он защищает свой порог. Он просто его защищает, и не он это делает вовсе. А это вот наша верхняя природа, да, мой ум, который может обвинять, который может оправдывать, да, он вдруг становится на позицию того, что совесть ему говорит, что ты делаешь неправильно, а он начинает оправдывать. Или он, и вот он сейчас, и он даже, и мне такое я услышал, что, ну, типа, я его обвиняю. Я говорю, я тебя вовсе даже не обвинял, я тебе сказал изначально, что ты можешь не напрягаться с тем, чтобы бросить пырить.